Всем привет! Мультиметров много не бывает. И сегодня очередное пополнение моей коллекции. Да, постоянные зрители моего канала знают, что мультиметры я коллекционирую. Когда вижу какой-нибудь новый интересный приборчик, я его обязательно покупаю. И сегодня у нас будет не столько распаковка, только посмотрим на этот прибор поближе. Попробую снять на него обзорчик. По-моему, я его держу вверх ногами. В принципе, коробка и коробка. Тесмен. Интересно, что это значит на русском языке. Это в общем-то не важно. Красивая, уже в принципе традиционная для китайских хороших приборов сумочка. Сумочка. Хорошие мультиметры, они уже китайцы стали давно упаковывать в сумочки. И сумочки реально удобные, я ими пользуюсь. Что мы тут видим? Мы видим сам приборчик. В комплекте идет три батарейки. Причем батареечки на секундочку DuraCell. А вот это вот я вам скажу новость. Потому что обычно они вкладывают дешевые, дешевые. Такие одноразовые китайские батарейки соляные. Но тут мы видим DuraCell. И они реально тяжеленькие. То есть не подделка. Инструкция к этому приборчику. К ней мы еще вернемся. Щупы. О! Даже есть датчик температуры. Щупы, кстати, не плохие. Щупы хорошенькие. Были бы плохие щупы, это был бы плохой прибор. И плохой прибор не появился бы в моей коллекции. Я просто только пришел с улицы и решил сразу начать с распаковки. Потому что я знаю, что многим из вас распаковка нравится. Куда-то я делал свою отвертку. Возьмем такую маленькую. А то свою большую я чуть не могу найти. У меня уже было видео с обзором клещей. О, мы даже пикнули. Кстати, очень даже похожих клещей. Купил я этот приборчик на Ozone. К сожалению, это не реклама. Куплено за свои собственные деньги. Поэтому кто думает, что реклама, ребята успокойтесь. Вот такой приборчик. Сразу мы видим автор режим. Подключается. Нажимается приятненько. Традиционный фонарик. В принципе, он повторяет тут мой предыдущий. В общем, вот так он выглядит. Поближем. Тоже видим функцию INRUSH. То есть это замер пускового тока. Ну и тут пиктограммки, что он имеет. Измеряет ток, напряжение, сопротивление, пищалочка, диоды, частоту, конденсаторы. Меряет температуру. Ну и естественно определяет фазу и скрытую проводку. О, пищает. Естественно приборчик у нас TrueRMS. То есть им можно замерять не синусоиду. Скажем при ремонте источников беспребойного питания ИБП. Где модифицированная синусоида. Он нам покажет очень точное значение напряжения. Возможно для кого-то это важно. Но функция действительно хорошая, удобная и приятная. Потому что если мерить обычным вольтметром скажем. То обычный прибор без TrueRMS покажет 170 вольт, 167 где-то так показывает. А на самом деле он будет выдавать 220-230. Так вот с этой функцией приборы показывают у нас именно точные значения. Кнопка для фонарика спряталась у нас под большим пальцем. Что очень удобно, когда вы работаете в шкафу для электриков это будет удобно. Найдите две разницы. Но разница все-таки есть. Здесь кнопки у нас внизу перенесены вот эти. Здесь они вверху. В остальном эти приборы конечно же одинаковые, идентичные. Но в кавице я могу поставить вот сюда. И одной рукой там что-то замерять. Это очень удобно. Держится нормально кстати. Довольно плотно. Здесь этого крепления уже нет. Но. Кайвит сейчас уже не продается. Вы его не купите. И стоил он дороже чем у Тесмен. Эту можно купить сейчас. Относительно недорого. А этот купить уже нельзя. Меня подписчики спрашивали где купить хорошие клещи. Этих мы уже не видим в продаже. А вот какие выбрать. Ну вот ребята Тесмен можете выбирать. В принципе это тот же самый приборчик. Аналогичный. Немножко изменения по кнопкам. А в остальном они как бы... Давайте посмотрим. Видите. А работают одинаково. То есть схема техника у них абсолютно одинаковая. Что в этом. Что в этом. Если вдруг у вас сломался. Разбился. Там я не знаю. Сгорел вот такой кавиц. На замену ему вы можете купить Тесмен. Вот этим захватом работать в узком шкафу. В узком месте. Будет удобнее чем вот этим. Тут у нас шире. Поэтому подлезть куда то. Вот этим все таки прибором удобнее. Потому что здесь расстояние у нас меньше. Оно уже. Чем в этом приборчике. Ну и раз уж я этот приборчик достал и включил. Давайте сразу же. Давайте его включим. Давайте сразу же посмотрим на его точность. Так. Минус у нас здесь. Это кто не знает. Это источник образцового напряжения. Проверенный. Поверенный. И вот у нас напряжение. Которое он у нас выдает. То есть это. Должен выдавать. Это значение у нас поверки. То есть 2,5. Это 2,49. Режим авто отработал. У нас нормально. Так. Переключим его сразу на первое положение. И начнем с минималки. 2,498. А должно быть у нас. Верх ногами. 2,499. Последний ряд. Понимаете. На него. Последнюю цифру. На нее. Обращать внимание. Как правило. Никогда не стоит. Она всегда имеет большую погрешность. То есть мы меряем до сотых. Хотя не знаю кому нужна такая точность. Вот честно не представляю. В ремонте. Такая точность до сотых. Ну вообще не нужна. И тем не менее. Видим. 2,49. 2,49. Идеально. Переключаем на следующий. Предел. 5 вольт. Прибор выдает 5,00. Что мы видим? 5,00. Идеально. Следующее положение. У нас 7,5 вольт. 7,49. Если быть точнее. Что мы видим? И мы видим 7,48. 7,49. То есть. Отличная точность. Следующая. 10 вольт. 9,98. Как по мне. Точность у прибора. Очень хорошая. То есть. Никакой юстировки. Калибровки. В этот прибор. Не нуждается. Изначально. Из коробки. Он показывает. Точно. Точно. Но его можно и подрегулировать. Подъюстировать. Смысла делать. Я не вижу. Он уже отлично отрегулирован. Так. Ну что. Приступим к полевым испытаниям. Прицепил я приборчик здесь. Потому что тут. Мне его. Так просто не прицепить. Поэтому пусть будет здесь. Горит у меня сейчас одна лампочка. Но я прибор обнулил. То есть. Он на неё сейчас не реагирует. Ну в принципе. Реагирует таким образом. То есть. Включенной лампочкой. Он показывает ноль. Так. Ну и включим чайник у меня тут. Фокус. Чайник Tefal. Где-то 2,2 киловатта. Так. Ну и посмотрим. Что нам показывает. Приборчик. 8,2 ампера. Отлично. Всё у нас работает. А вот это подключился к нему ещё и холодильник. И меня просили показать как он измеряет пусковой ток. То есть функция INRUSH, которая у него здесь есть. Ну что. Давайте проверим. Для этого мне сейчас надо выключить. Всё выключить. Ну чайник и холодильник. И переключиться. И будем замерять. Итак. Что мы делаем. Замеряем пусковой ток. Переключаем здесь. Вот. Включаем функцию INRUSH. Вот видите. И ждём когда у нас включится холодильник. А холодильник у нас включится минуточек через 8. А точнее через 230. А это 230 вольт. Ну минут через 8 он включится у меня. Это стоит реле напряжения Zubr. Оно у меня используется не столько для защиты. Для защиты у меня используется вот здесь приборчик. Ну тоже Zubr Airbus. А он у меня используется как реле времени. Дело в том что кто не знает. Холодильники, кондиционеры. Их нельзя сразу включать повторно. Потому что там в системе давления от этого компрессор выходит из строя. Поэтому когда пропадает свет. Даже кратковременно. Он подключен холодильник только через 10 минут. Ну это я так установил. Это максимально 10 минут которые тут можно установить. Ну меньше 5 минут точно не рекомендуется. Но 10 минут это как раз такая золотая середина. Когда надо выжидать. Поэтому ждём. И посмотрим. Приборчик включен. И посмотрим какой пусковой ток у нас будет зафиксирован. Вот. Так поставил камеру. Чтобы не пропустить. Ну показания то всё равно на индикаторе сохранятся. Но чтобы вы видели с самого начала как он включится. Подождём. Итак. Холодильник у нас включился. Мы видим потребление. Именно. Индруш. Пусковой ток 8 ампер. Ну 7,9. То есть. Почти 2 киловатта. 1,8 киловатта. Вот такой скачок. Хотя потребляет он. Давайте посмотрим сколько он потребляет. То есть отключим эту функцию. Потребляет сейчас он 0,6 ампера. Ну вот таким образом можно измерить пусковой ток. В данном случае это холодильник Днепр. Очень очень старенький. Но я вам скажу очень даже хорошенький. Главное что работает. И это самое главное. Летом без него никуда. Летом очень спасает. Ну что. Прошел месяц как я пользуюсь этим прибором. Постоянные зрители моего канала уже видели его несколько раз. Он мелькал в нескольких видео. Что я могу сказать. Прибор действительно хороший. Прибор очень точный. И вот то что губки узкие действительно удобно. Давайте я вам так покажу еще пределы напряжения и точность. Что он измеряет. Кстати инструкция на русском языке. Не как обычно на китайском. А полностью все русифицировано. Поэтому проблем с изучением функций у вас не будет вообще. Прибор я покупал как я сказал за свои деньги. За полную стоимость. Но недавно нашел на него промокод. На каком то обзоре если честно не запомнил. Не сохранил. Но промокод действительно рабочий. Я его проверил. Он дает скидку. Я его тоже напишу в описании. Так что если хотите покупать. Пожалуйста покупайте по промокоду. Вы его купите дешевле чем я. Тем более сейчас распродажа идет. Ну. Я его покупал раньше. Поэтому покупал за полную стоимость. Смело могу рекомендовать. Прибор действительно мне понравился. Ну именно поэтому он и мелькал у меня в нескольких видео. Хотя я о нем там не рассказывал. А просто им пользовался. И смотрел как он в работе себя ведет. В работе себя ведет хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Да и присылается звон очень быстро. Буквально пару дней он был у меня. Пока. Только сейчас заметил что этикетка тоже на русском. Бренд Tessman. Я его покупал на даче. После того у меня стройка. И там он мне как раз вот очень нужен.